В это невозможно поверить. Неужели такое бывает? Настоящая сенсация. 52-летняя Марина Федункев не скрывает своей беременности. Все считали ее бездетной. Она даже прошла через домашнее насилие в свое время, а сейчас вышла замуж за молодого итальянца, которого все считали альфонсом, и перестала прятать живот. Источники, близкие к актрисе, утверждают, что она уже на шестом месяце беременности. Ее самочувствие в целом хорошее, хотя она устает быстрее. Давайте же скорее узнаем, правда это или фейк, а если беременна, то каким образом? С помощью ЭКО или естественным путем? Сейчас героиня нашего сюжета участвует в роли ведущей в реалити-шоу «Впервые на деревне». Съемочная группа уже была в курсе особого положения знаменитости. Режиссеры проекта снижают интенсивность и любую опасность, грозящую нашей героине. Так она не участвует в испытаниях, которые проходят в грязи или сложных условиях на природе. Недавно наша героиня должна была сидеть на высоком троне из сена, однако от этой конструкции отказались, опасаясь за безопасные звезды. В итоге, после долгих споров, трон оставили, но тщательно укрепили, чтобы избежать риска. Наша героиня стала известной на всю страну актрисой совсем недавно, сыграв в сериале «Реальные пацаны». Ей было уже за 30, когда слава и популярность пришла к ней. Но как же складывается ее личная жизнь, давайте же скорее узнаем. Ведь недавно вся пресса пестрела заголовками о нетрадиционности молодого мужа Марины Федунки. Она долго искала свое счастье и, похоже, наконец нашла его. В 50 лет актриса тайно вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Их отношения долго оставались в секрете от общественности. Разница в возрасте и культурных особенностях вызывала у многих сомнения. Людям казалось, что этот союз не продержится долго. Однако, несмотря на предвзятости, молодожены смогли научиться не обращать внимания на людские слухи и домыслы. Однако до этого всю жизнь Марина страдала. Ей катастрофически не везло в личной жизни. Она родом из Перми. Папа-украинец, мама-мордовка, семья жила просто и бедно. Марина в молодости даже работала проводником, аниматором на теплоходе, ночным воспитателем в местном детском доме, торговала на рынке и даже заведовала клубом. Так, год за годом она пробиралась по карьерной лестнице, пока не окончила институт культуры и искусств. Она хотела изменить свою жизнь, и ей это удалось. Талантливая и невероятно творческая натура, Марина писала сценарий к юмористическим сценкам, а потом сама вышла на сцену КВН. Федункев было 40, когда она решилась на переезд в Москву. Она пришла на телевидение и стала одной из первых участниц скетч-шоу «Даешь молодежь» и «Валера ТВ». Но дебютом ее в кино стал сериал «Реальные пацаны», после которого наша героиня проснулась знаменитой. Актриса рассказывает, сначала в сценарии не было роли мамы Коляна. Там фигурировала бабушка, но я не могла сыграть бабушку, так как у нас с Коляном разница, возрасте небольшая. Я начала уговаривать Зайцева изменить бабушку на маму. Я делилась своими идеями, рассказывала жизненные истории и предлагала фразы и слова для роли. Моя свекрю сильно помогла. Ее лексикон, в который входили такие выражения, как прошмандэхер, увимчик и свинота, оказался очень полезен. Эти слова она перенесла из своей молодости, когда жила в бараке, окруженной яркими личностями с необычным словарным запасом. Затем слава и востребованность Федуньев начали расти в геометрической прогрессии. Комедивумен, выпускной, девчонки, волна полов, бабушка легкого поведения и Саша Таня. Но если карьера Марины Федуньев после 40 лет взлетела как на ракете резко вверх, то в личной жизни завидовать было нечему. Актриса провела 12 лет в отношениях с однокурсником Сергеем Щелчковым, с которым никогда не состояла в браке. Наша героиня признается, что в их жизни были трудности. Сергей даже приводил в дом других женщин. Позже Марина сожительствовала с предпринимателем Михаилом более 10 лет. У пары не было детей. Однако истинное положение дел оказалось еще более мрачным. По словам Федуньев, Михаил оказался наркоманом и часто занимался рукоприкладством. Марина рассказала, что скрывала следы побоев и однажды даже ехала на гастроли со сломанной ногой. Муж в порыве ярости не рассчитал свои силы. Наша героиня долго стыдилась синяков, ссадин и побоев. Она призналась, что было проще сказать, что она напилась и упала, чем признаться, что ее избивает муж. Михаил воровал деньги, а она скрывала сотрясение мозга, объясняя его падение. Вначале ей было стыдно, но страх пришел позже. Она думала, что нет просветы и всегда так жила, потому даже не пыталась выйти. Она была как на привязи. Но, как говорят, после бури наступает затишье. В возрасте 50 лет Марина Федункев вышла замуж за итальянца Стефана Маджи. Этот 37-летний красавец-мужчина живет и работает в России, но родом он из Италии. Первоначально пара планировала пышное торжество, но в итоге выбрала скромную регистрацию. Можно сказать, я вышла замуж за принца. По манерам и по происхождению предки Стефана принадлежали к итальянской знати. Гордится певица. До встречи со звездой комедивумен Стефана Маджи никогда не был женат. 13-летняя разница в возрасте между влюбленными их совсем не смущает. Сначала я устраивала ему разные испытания. Думала, что он может не выдержать и уйти. Но вскоре поняла, что разница в возрасте не ощущается, когда между людьми царит легкость и комфорт. Я понимаю, женщин, которые выбирают мужчин, младше себя. Мужчины-ровесники, по моему мнению, часто выглядят усталыми и перегруженными, тогда как у меня еще много энергии, делилась актриса. Не успели поклонники порадоваться за Марину Федункев, как в сети появились шокирующие подробности о ее молодом супруге. Вскоре после новости о свадьбе всплыли провокационные фотографии, на которых мужчина, очень похожий на Стефана, купается в бассейне с бородачом в очках. На другом снимке якобы Стефана целует спутника, который оказался модельером и стилистом Джованни Чачи. Это вызвало тревогу у фанатов, и некоторые заподозрили, что Стефана, возможно, вовсе не интересуется женщинами и использует Марину в других целях. Но, как оказалось, мужчина на фото – это родственник Стефана. Я посмеялась, когда прочитала эти слухи, прокомментировала ситуацию Марины Федунки. А сейчас стало известно, что 52-летняя актриса ждет ребенка. Она собирается стать мамой впервые. У поклонников звезды возникли большие сомнения, но Федунки сама прокомментировала свое интересное положение. У нас что, до старости собаки и я только рожают? Теперь все встало на свои места. Хотя врачи говорят, что такое практически невозможно, ведь в этом возрасте начинается климакс. Однако есть единичные случаи, когда женщины в таком возрасте действительно беременеют. Как бы там ни было, актриса наконец счастлива и станет отличной мамой, ведь она достойна быть счастливой. А вы верите в беременность Марины Федункиф? Или она, как виторганы, воспользуется помощью суррогатной мамы, а представит все, как будто рожала сама? Или как, например, молодая жена Евгения Петросяна?